Ребята, привет! Я этот блог начал снимать дома, как обычно, в своем кресле, чинно, мирно, перед компьютерным столом. Снял его, начал монтировать и подумал, какого хрена. Сохранил проект, оставил его на несколько дней не трогая. Тут, к счастью, наладилась погода. Сейчас пролетит самолет. Да, можно продолжать. И, к счастью, наладилась погода. Вышло солнышко, поэтому я решил, что пора выбраться наружу, поскольку практически несколько месяцев я провел, сидя перед компьютером, весь в проектах и практически без сна, без отдыха, без каких-то элементарных радостей жизни. Поэтому решил, что пора, пора вернуться в лоно природы, покормить комаров, посмотреть на белок, послушать птиц и прочих зверей. Надеюсь, я в фокусе, потому что камерой я управляю с планшета, а там по качеству потокового видео, которое отправляется с камеры, не совсем понятно. Это называется «Я в лес вышел». Подышать свежим воздухом, отдохнуть от города. Да. Начнем с кратких новостей. Первая новость и самая важная, даже это не новость, а просто событие, которое должно было произойти рано или поздно. Я женился. Вот. Это было, скажем, года два назад я бы от такой возможности и не смог бы подумать, наверное. Но для меня это было достаточно неожиданно. Второе событие – это очередная командировка на кинофестиваль «Киноёжик». Я там уже в третий раз был и с удовольствием, скорее всего, буду участвовать дальше, дальше и дальше, сколько он будет в принципе существовать. Скорее всего, будет так. Вот. Этот кинофестиваль представляет из себя, по большому счёту, детский лагерь, в котором участвуют дети примерно от 8 до 18 лет. Вот. Они распределены на отряды, как это обычно. Но ещё есть кинообразовательные мастер-классы, в которых участвуют мои коллеги, актёры, операторы, режиссёры. В целом у нас там происходит полный кинопроизводственный цикл, в котором мы показываем детям и обучаем их, как работать в этой индустрии в принципе. Третья новость, она меня не очень порадовала. Завершился один проект, который когда-то должен был завершиться, как он сдан, а не порадовало в том смысле, что, к сожалению, у меня не хватило на него времени. Не хватило времени и сил, потому что параллельно был вынужден работать на других проектах. И, соответственно, на него не удалось потратить столько времени, сколько бы было необходимо и времени, и внимания, и, собственно, своих способностей, так сказать. И, соответственно, некие нюансы относительно качества пришлось перетерпеть, скажем так. Он был очень тяжелый для меня и съемочный процесс, потому что, по большому счету, он был достаточно крупный, но я работал без ассистента, без какой-то помощи, и смены бывало начинались там с 7 утра, заканчивались в районе часа ночи, бывало и так. Вот поэтому он дался мне тяжело во всех смыслах и на съемках, и уже на посте. Вообще этот ролик я хочу посвятить больше вопросам тем той небольшой аудитории, которая меня смотрит или смотрит случайно. Мне хочется задать вопрос по развитию своего канала, потому что чаще всего я рассказываю о каких-то вещах довольно не структурированно, именно как разговорный блог. Просто поставил камеру, включил и несу там, что несется обычно. Вот, я думаю, что, наверное, нужно как-то структурировать, систематизировать информацию, сделать серию роликов больше, наверное, прикладных, то есть какие-то, начать с каких-то абсолютно простых моментов, именно для работы со звуком, работы на съемочной площадке, вот, работы непосредственно с материалом, с отснятым, чтобы многим помочь, кто хочет заняться, допустим, непосредственно аудиопроизводством, кто-то хочет, к примеру, читать книги, записывать аудиокниги, кто-то, опять же, блоги, как обрабатывать материал там. То есть большинство абсолютно не понимает, как снять материал, как записать его настолько качественно, чтобы это было приемлемо для конкретного формата. Вот. И, собственно, я готов поделиться информацией, и которая даст возможность при каких-то небольших бюджетах снять достаточно качественный материал. Сейчас у меня достаточно маленькая аудитория, но, судя по просмотрам, судя по просмотрам, это не только подписчики на YouTube, в YouTube, которых уже целых 14, а не 3. Вот. Довольно забавно. Некоторые смотрят... Некоторые смотрят мой блог с очень какого-то странного интереса, в том смысле, что узнаю я об этом через третьих лиц, и... Эти лица, которые рассказывают там что-то про мой блог, рассказывают какие-то очень странные вещи, которых там не было абсолютно. Ну, ладно. Привет вам, ребята, в любом случае. Возможно, в начале сентября я сниму серию роликов про оборудование, опять же, там про петличные микрофоны, в принципе... Возможно, в принципе, про сам весь процесс, потому что информации на русском YouTube очень мало, почему-то никто не хочет делиться, хотя... Такое ощущение, что... Многие боятся, будто их ниша будет кем-то занята. Ну, возможно, я ошибаюсь, конечно. Но... Мне кажется, что есть такое ложное представление, что... Будто ты... Поделившись какой-то информацией, эта информация сразу же сделает из людей звукорежиссёров, звукооператоров, там, и так далее. Нет, обычно это так не работает. Продолжаем разговор. Во второй половине сентября я буду участвовать в полном метре. Меня пригласил туда мой старый знакомый, которого я крайне уважаю, и думаю, что работать на площадке там будет в удовольствии. И проект очень интересный. Если всё получится и всё сложится, как мне этого хочется, я думаю, поделюсь некоторой информацией, и, может быть, даже какой-нибудь бэкстейдж сниму. Вот, я думаю, будет интересно. Вот такие дела, ребята. Дело ближится к закату. Так что я заканчиваю. А от вас в комментариях жду, какой информации всё-таки не хватает, какой информации вам хочется увидеть и услышать, какой информации не хватает на российском YouTube, а её не хватает, это я точно могу сказать, потому что мне зачастую приходится смотреть зарубежных коллег. Вот, и то там так всё не так подробно, как хотелось бы. Вот, так что жду от вас такой фидбэк. Вот, меня и самому будет интересно, и, я думаю, вам будет интересно и полезно. Всё, пока.